Единый день голосования, специальный эфир. Вы смотрите Бобруйск 360. Я Юлия Евтушенко, мы начинаем. Выбираем будущее. Александр Лукашенко сделал свой выбор. Кроме профессионализма, должна быть еще надежность, преданность белорусскому народу. Что говорил белорусский лидер? Первые лица. Игорь Кисель проголосовал за процветание Беларуси. Люди идут с удовольствием на участки. Какой Беларусь будет завтра? Двойной праздник. Бобруйске прямо на участке поздравили избирателя с 18-летием. Это очень приятно. В день своего совершеннолетия принимать важные решения. Как это было? Президент принял участие в едином дне голосования. Свой гражданский долг глава государства традиционно выполнил на 481-м избирательном участке, который называют также участком номер один. Расположен он в Университете физической культуры. После белорусский лидер начал общение с журналистами. Темы самые разные. Попытки беглых дестабилизировать обстановку внутри Беларуси, военный конфликт на Украине, сотрудничество нашей страны на площадках ЕАЭС. Свой выбор я сегодня основан на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому кроме профессионализма должна быть еще надежность, преданность белорусскому народу. В ходе первого в истории Беларуси единого дня голосования будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и свыше 12,5 народных избранников местных советов. Свой голос отдал и мэр города. Игорь Кисель прибыл на избирательный участок, чтобы сделать выбор во имя будущего страны. Председатель горисполкома убежден, от результата в электоральной кампании 2024 во многом зависит дальнейшая судьба нашего государства. Историческое событие для суверенного государства. Сегодня в стране единый день голосования. Белорусы демонстрируют миру свое единство. Общее желание и стремление стать лучше, сохранить мир и защитить суверенитет. Убежден председатель горисполкома. На избирательном участке номер 39 за будущее страны голосует Игорь Кисель. Люди идут с удовольствием на участке для голосования. Я уверен в том, что достойные люди, которые уже имеют опыт работы, будут представлены в национальном собрании в областном и городском совете. Отдать свой голос приходят люди разных возрастов. Старшее поколение нередко берет с собой внуков. Таким образом, прививая подрастающей смене хорошую семейную традицию и пример ответственности и активной гражданской позиции. Чтобы показать пример, что такие мероприятия, они очень важны для государства. И поэтому, для того, чтобы он рос и понимал ответственность перед своим государством, перед народом. Илеонора Аркадьевна Бециновская в числе первых пришла на избирательный участок и отдала свой голос за достойных кандидатов в депутаты. За большую жизнь, говорит, не пропустила ни одни выборы. Ты живешь в своей стране. Ты хочешь, чтобы тебе жилось еще лучше. Чтобы поколение, которое мы оставляем, имели все лучшее, что у нас есть и будет. Поэтому голосуем. Я считаю, что каждый человек должен голосовать. Участок, помимо основного своего направления, приглашает избирателей на дегустацию продукции и на фестиваль хорошего настроения. В ближайшие пять лет избранный состав депутатов будет работать над экономическим, социальным и политическим развитием. Взвешенное решение народа – залог благосостояния. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Количество проголосовавших белорусов растет. По данным Центра избиркома, на 12 часов явка без малого 51%. Лидирует Могилевская область. Свой выбор сделали 59,67% жителей. Дальше идет Гомельская. Там проголосовали 58,49%. В Брестской гражданскую позицию выразили чуть более 53% человек от общего числа, включенных в списки по региону. В Витебской – 51,52%. В Минской – 48,91%. В Гродненской на участки пришли 48,68%. В столице чуть больше 40. Напомню, в Могилевской области организовано 780 участков. Я считаю, что мы должны свое будущее поколение тоже посвящать в выбор нашей страны и для нашего будущего. 2024-й – знаковый для нас. Единый день голосования, затем пройдут выборы членов Совета Республики, а также делегатов ВНС от представителей гражданского общества и местных советов депутатов. Значимость событий переоценить сложно. Определим тех, кто впоследствии будет защищать наши интересы, отстаивать Беларусь и задавать курс развития страны. Уникальное совпадение в Бобруйске среди впервые голосующих Евгения Тарасевич. Ей 25 февраля исполнилось 18. Что получила в подарок помимо Конституции избиратель, расскажет Елизавета Липеева. 25 февраля – важное событие для всей Беларуси. Для Евгений Тарасевич это воскресенье особенное вдвойне. Первый шаг на пути к участию в политической жизни страны учащаяся колледжа имени Ларина сделала в свой день рождения. Девушке исполнилось 18. Молодые избиратели, впервые принимающие участие в голосовании, получают подарочное издание Конституции. Это лимитированная серия. Всего 180 тысяч экземпляров форматом А6 подготовлены специально к единому дню голосования. Ценный и памятный подарок председатель участковой избирательной комиссии номер 72 вручила имениннице. Мы от всей души рады также ее поздравить с этим днем, с этим знаменательным событием, с тем, что в жизни совпало совершеннолетие, как бы такой, ну, скажем так, важный, возрастной, наверное, период в жизни каждого человека и плюс возможность впервые делать свой осознанный гражданский выбор в таком, как бы, великом событии. Но и на этом сюрпризы для Евгении Тарасевич не закончились. Поздравить впервые голосующую именинницу приехал председатель Бобруйского горосполкома Игорь Кисель. В подарок для молодой избирательницы шикарные розы, сувениры белорусского производства и пирожная, украшенная символикой единого дня голосования. Очень неожиданно, что мой день рождения совпал с днем голосования, такого важного для страны. Очень приятно в день своего совершеннолетия принимать важное решение. Я могу сказать, что счастлива, рада такому стечению обстоятельств. В списках практически 7 миллионов избирателей, около 178 тысяч проголосуют впервые. В городе более трех тысяч молодых людей. Юные бобруйчане активно делают свой выбор. Елизавета Лепеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Гласно и открыто за ходом выборов следят более 45 тысяч национальных и почти три сотни международных наблюдателей. Информация одних из всех регионов страны стекается в Центр общественного наблюдения за голосованием. В Бобруйске накануне прибыли представители миссии от СНГ. После закрытия участков они прокомментируют подсчет бюллетеней и правильность оформления протоколов. Те участки, что нам удалось посетить, они все представляются нам на высоком организационном уровне. Мы имели честь видеть, как граждане Республики Беларусь принимают участие достаточно активно. Члены комиссии также на очень высоком уровне отрабатывают то, что необходимо. Примерно около двух ночи 26 февраля огласят предварительные результаты. На 14.00 запланирована итоговая пресс-конференция. Это все из событий к этой минуте. Корреспонденты Бобруйск-360 следят за единым днем голосования в особом режиме. До встречи в 17 часов.